Есть, может быть, вы сядете? Настя, мы сейчас еще с целью достанем, мы вас сейчас высадим. Хорошо, большое спасибо за столь лестное представление, спасибо всем, что пришли в позднее время, и я очень этим тронусь, спасибо большое магазину, и спасибо цену. Значит, я не знаю, в какой степени я удовлетворил ваши ожидания, потому что Саша сформулировал, по-моему, тему лекций еще более революционно, чем ее сформулировал я. Ну, хорошо, я постараюсь как-то оправдать и быть достойным времени, места и темы. Значит, на самом деле я хочу начать разговор с таких очевидно приятных для каждого лектора вещей. Я хочу рассказать про себя. Отчасти это связано просто не потому, что я уж такой нескромный, я нескромный, но не в такой степени, что всегда рассказывает о себе. Мне кажется, что как бы в известном смысле моя автобиография, она в чем-то связана с... в чем-то похоже, может быть, в чем-то не похоже, объясняет путь историков к теме. Значит, моя первая статья по революции 17-го года вышла в 83-м году, до года до поступления в аспирантуре. Тогда мне было 27 лет, и по советским параметрам это была, ну, довольно поздняя карьера. Она у меня сложилась так в силу, ряда причин, в силу советских административных обстоятельств. Значит, до этого я учился в Герценовском педагогическом институте в Ленинграде, потом служил в армии и долгое время работал в Российской национальной библиотеке. Тогда называлась Государственная публичная библиотека. Это было замечательное место. Я там работал библиографом, и мне это очень много дало. Значит, ну и на самом деле хорошо, что я поступил в аспирантуре сравнительно поздно, и как я сейчас смотрю, потому что я, ну, думаю, выбрал тему более правильную, чем я выбирал бы ее, если бы моя карьера шла гладко. Меня привлекали, когда я учился в институте. Если бы я пошел в институте, я тоже продолжал бы этим заниматься. Английская история, американская история. Я совершенно не думал заниматься российской историей. И когда я подумал, на самом деле, заняться, то это был некоторый шок в моем окружении. Это окружение было такое, ну, я бы назвал ее крипто-либеральным окружением. То есть мои друзья учились в Тартовском университете или там на каком-нибудь физическом факультете. И когда я решил заняться историей российской революции, ну, как на меня многие смотрели, как на полного идиота. Или вот там ребята, с которыми вместе приходили курсы и сдавали экзамен по философии. Ну, как-то это было совершенно непонятно. В моем поколении историков там, ну, каждый второй занимался декабристами, понимаете. Вот это была тогда такая благородная тема, отчасти нишевая тема. Ну, многие начинали заниматься в этом институте, где я был, то есть история реформы, это такая была тоже такая достаточно благородная. Значит, 17-й год, во-первых, казался темой, ну, слишком приближенной к власти, официальной. Тут, ну, ничего невозможно сказать, потому что невозможно. С другой стороны, ну, что тут можно сказать нового? Был такой вот мотив. И, ну, было ощущение у многих людей, и оно на самом деле есть сейчас. Что действительно про 1917-й год все известно. Ну, каждый человек советский знал, что Ленин был в разливе, что там Аброга стреляла непонятно куда, что был что зимнего. И казалось, что, ну, в общем, такая иллюзия полного знания. Это, конечно, было все совершенно мифологизировано, но казалось, ну, нужно просто переставить плюс на минус, минус на плюс, вот как поменять оценку, и все становится совершенно ясно. Я же был заинтригован несколькой истории революции, и был заинтригован довольно рано. Хотя я от себя эту тему отодвигал, отчасти я боялся вот этой темы, ну, в силу вот каких-то таких цензурных соображений, я хотел чего-то менее цензурного. Но заинтересовался я историей революции еще в школе, когда я прочитал Джона Рида. Вот как-то я прочитал Джона Рида где-то в классе девятом, восьмом. Для меня это был большой культурный шок тогда. Именно потому, что я был, ну, на самом деле, советским таким мальчиком, который, ну, вот, знал вот кучу вот этих картинок. И Джон Рида, он был, как вы знаете, хорошим коммунистом, но и прекрасным журналистом. То есть он описывал вот эту многомерную, многослойную, и вот эта многомерность, многослойность, что как-то там не два полюса, а много разных миров, это для меня было ужасно дискомфортно. То есть интересно и дискомфортно. Но я испытал какой-то вот такой шок, это в известном смысле противоречило такой официальной картине. И должен сказать, что не только я, потом, когда я, значит, я где-то с 1977 года начал преподавать в одном из ленинградских вузов, и когда я вел курс по истории России на весь время, я заставлял всех своих бедных студентов читать Джона Рида. Они отталкивались, значит, сначала, ну, потому что студенты не хотели читать вообще в принципе, но они это как-то рационализировали, говорят, вот мы не будем так, но они приходили с круглыми глазами, говорят, это антисоветская книга, значит, что вы нас заставляете читать. Я говорю, ну вот, вот. Потом, когда в период перестройки я хотел читать, ну, там проводилась другая рациональная база, мы не будем читать этого коммуниста, говорят, ну, хорошо, ну, почитать. Ну, и там тоже, значит, все, все менялось. То есть в известном смысле это был, ну, вот такой шок, шок, как бы, вот этот многомерный мир, он был очень интересный. Ну, и чтение источников постепенно усиливало это впечатление. Это гораздо более интересно, чем я думал. Значит, ну, когда я уже работал в публичной библиотеке, там начинались другие времена, это был поздний Брежневский период, это было довольно странное время, где, с одной стороны, зажимали, с другой стороны, все как-то вот тоже становилось таким многомерным и многовозможным. Потому что были какие-то сети, и если ты там в какой-то компании, там, говорят, вот я хочу там почитать такую-то книжку, то тебе потом чем-то говорят, ну, зайди там через денек, вот, эта книжка как-то появлялась. Вот, ну, это своеобразные такие вещи, ну, там сам издат, там издат появлялся, и это было для меня очень здорово. Я там потом читал сборники «Память», минувшая, тогдашние, вот, изданию которых Арсений Борисович Рогинский, который вот был здесь, насколько я знаю, в Перми два или три дня назад, был причастен для меня. Это было, ну, тоже очень важно, это был мой такой идеал писания. Значит, ну, вместе с тем и подцензурная печать содержала очень много интересного. То есть мне еще тоже достаточно рано попался в руки сборник, который тогда издавался в издательстве «Молодая гвардия» «Прометей». Знаете, вот такой ежегодный адмонах он был. И в 1967 году был выпущен классный совершенно «Прометей». Там были статьи под собственной фамилией, а также под псевдонимами Виталия Ивановича Старцева, Юрия Сергеевича Стокарова, Олега Николаевича Знаменского. И это была такая интересная история, живая история. То есть, ну, сейчас, во-первых, это была такая очень важная привязка к местности, которая тоже иногда разрушала какие-то мифы. Старцев был необычайно заводной такой историк. Он переписывался с разными участниками событий, поздравлял его с 7 ноября. И они ему рассказывали, ну, естественно, врали очень часто, но он был достаточно хороший историк, чтобы отфильтровать их как-то. Это была очень живая картинка. У Знаменского была картинка тоже некоторая. Ну, вот, потом назвали это историей повседневности. Прекрасную, я помню, зарисовку Невского проспекта в 1917 году. Такая прогулка по Невскому проспекту. И люди, и ты идешь, и видишь, торгуют политической литературой. Солдаты торгуют украденными сапогами какие-то. И тут же торгуют икрой, и каждому дают одну и ту же щепочку, которую можно зачерпнуть и попробовать. То есть, вот такая жизнь вот этой улицы, мне как-то она совершенно потрясла. Затем я познакомился с другими историками, принадлежавших к этой группе. Это так называемая Ленинградская школа. Я почитал их труды. Ну, как-то понимал, что тут как бы есть чем заняться. Почему я говорю сейчас вот так подробно и нескромно о своем жизненном пути? Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но, может быть, меня могут поправить. Очень часто, по-моему, это был импульс у некоторых моих коллег заняться историей революции. Противоречие источника официальной картине. То есть, ну вот, в нас была картина октября, которую мы знали, там, с октябрятского возраста. И вот этот источник этому противоречил. Вот, допустим, мой старший коллега Владимир Черняев, он не очень знаком историкам, который не узко в теме, но он, ну, совершенно не хотел ничем заниматься, но какое-то время работал архивистом в одном из ленинградских архивов, увидел дела июльского кризиса, стал их считать, был, так сказать, зачарован источником, потом защитил замечательную диссертацию, которую из-за каких-то интеллигентских комплексов он не публикует как книгу, но книга про июльский кризис, ну вот это, на самом деле, его диссертация столь же интересна, как многие очень важные книги. И я думаю, что, мне кажется, что подобными мотивами руководствовались не только отчасти историки, которые жили и работали в СССР, в России, но некоторые зарубежные коллеги. И был очень такой большой, побудительный импульс. История революции 1917 года – это миф об основании государства. И вот, ну, казалось, вот, познаешь историю создания этого государства, ты поймешь секрет этой гигантской страны. Я думаю, что это был побудительным мотивом для многих моих коллег. И тоже знакомство вот с источниками сразу же рвало их стереотипы о России и революции, потому что, ну, реальные источники противоречили западным картинкам, западным, так называемым западным учебникам эпохи Холодной войны. Я думаю, что вот эти разговоры, вот я говорил про свой путь, но можно сказать и про другие пути историков, которые пришли к этой теме, очень важно говорить сейчас. Потому что сейчас интерес к истории революции, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, может быть, меня поправят коллеги, катастрофически падает. Вот резко сокращается количество диссертаций по истории, допустим, революции 1917 года. Все меньше выбирается эта тема как тема исследований. Я чувствую это не только по ситуации здесь, но и по ситуации в другим странах. Когда я преподавал первый раз в Америке в 1999 году в штате Иллинойс, в Шампейн-Урбана, мне коллеги сказали, у тебя будут лучшие студенты курса. Я помню, действительно, класс, 15 человек, там были замечательные ребята, ну, они разные силы были, но необычайно мотивированные. Один прибежал, можно я буду 16-м, можно? Ну, давай, иди 16-м, сверх нормы. Вот, и он там тоже активно участвовал, я их всех помню по физиономии, многих по именам это было. Потом, когда уже я позже стал приезжать, вот нет, уже не такой интерес. Это отчасти, ну, круглый, лучшие студенты сейчас не интересуются. Революция 1917 года. Мне грустно, да? Ну, может быть, это моя личная причина, мои личные комплексы, но с другой стороны, когда я дискутирую с коллегами по этому поводу, я слышу тот же аргумент, да что же тут можно сказать нового? Понимаете, вот говорят, и здесь, и там, вроде бы некоторые мои коллеги и американские, которые тоже занимались революцией 1917 года, говорят, ну да, ну как бы, ну поле исчерпано. Ну, я не знал, как это поле исчерпано. То есть, на самом деле, я могу привести много очень аргументов, в пользу того, что поле не исчерпано. Я не буду проводить пока свои аргументы, но я просто приведу какие-то работы, которые остаются, что это не так. Вот несколько лет тому назад, одновременно, и на русском, и на английском языке, вышла книга Алекса Рабиновича, я думаю, она наверняка продавалась в этом магазине, «Большевики у власти» в 1918 год. Да, может быть, видели, как-то. Ну, классная совершенно книжка. Алекс Рабинович писал эту книжку долго-долго-долго-долго, потом началась перестройка, открыли архивы, он начал писать ее еще дольше. Написал вот такой кирпич, основанный на архивных источниках, и там, на мой взгляд, совершенно неожиданные вещи. Он еще больше показывает, какой сложной ситуация была вокруг большевиков. Нам-то кажется, что ситуация была сразу запрограммирована на такое партийное государство. Он просто на пальцах конкретно показывает, как это было сложно, как важен был союз с левыми эсерами, как многослойный и очень разный был большевизм, феномен правого большевизма. Он показал, на самом деле, там еще копать и копать. И вот, честно говоря, выясняется, что, несмотря на то, что это была привилегированная тема, для большевиков-то как раз мы знаем, может быть, меньше, чем про некоторые другие партии. Ну, я бы сказал, что, если говорить про партии, я забегаю вперед. Партия социалистов-революционеров, самая большая российская партия, на мой взгляд, может быть, вы не согласитесь со мной, очень трудный объект для изучения. Там еще изучать и копать, и копать. Такую партию очень сложно обухватить. Мой земляк Андрей Барыш Николаев из Петербурга написал, ну, в общем, она, иногда, может, занудная, но очень информативная книга о Государственной Думе в 1917 году. Я с ним спорил по разным причинам, но он тоже источниками показал, что не так, как думали, даже люди, которые очень много занимались. Мой младший коллега Павел Геннадьевич Рогозный написал книгу «Церковная революция», где он применил методы изучения политической истории к ситуации внутри Российской Православной Церкви и сказал, что там творилось. То есть церковная революция – это из того времени, но это была реальная борьба за власть в Церкви, со свержениями епископов, со сбраниями епископов. И мы, историки, политическая история Российской Революции, вновь поняли после и других исследований, насколько важно изучение Церкви и религии для понимания политических процессов. С другой стороны, работающий сейчас Соединенных Штатах Семен Леандерс вот только что в прошлом году издал, к сожалению, на английском языке, что достаточно, так сказать, неправильно, но он издал на английском языке документы по истории Февральской Революции, которые он обнаружил в частных архивах в Грузии. Он перевел на английский язык, к сожалению, и их издал. Но там вот фондер Семен Николадзе, он нашел опросы, которые в 17-м году опрашивали деятелей Февральской Революции, и это издал. Отдельные фрагменты публиковали, скажем, там, «Воспинание Киринского» или часть их была известна по публикации там 20-х годов. Классный источник, новый и очень важный. Вот, ну, одним из важнейших направлений, таких прорывных, является революция на местах. Вот это был очень важный тренд в последнее время, изучение революции на местах. Ну, и здесь книга Питера Холтфиста, необычайно важная, которая была, где он изучал ситуацию на Дону, и где он, ну, что правильно и совершенно важно, изучает революцию, перепрыгивая через рубеж 1917 года, потому что мы иногда 17-м годом режем живые процессы, а тут важно посмотреть, что и как. И это совершенно нормально, он инициировал новый тренд, изучение процессов с 2014 по 2022 год. Без этого мы не поймем очень многие вещи. И сейчас, ну, вот некоторые даже международные проекты идут и делают это так. То есть, Арон Ретиш изучал Вятскую провинцию. Ну, честно говоря, на мой взгляд, книжка, может быть, не столь манифестна, как книга Холтфиста, но тоже очень добротные исследования. И ряд других исследований есть и таких. Ну, я бы еще назвал работы автора, с которым я очень часто спорю, но с которым я тоже очень уважаю, Владимир Прохорович Булдаков, может быть, значит, знаете эту красную смоту. Книжка хулиганская совершенно. Второе издание, ухудшенное по сравнению с первым, я считаю, потому что дело утолстило. Если кто-то хочет читать, я рекомендую читать первое издание. Меньше, но смысл такой же, понимаете. Вот. Он совершенно не петербургская школа, которой я принадлежу. Там, у него он цитирует очень много архивов. Может, без архивов, так сказать, эта книжка быть. Архивы цитируют бестолково, потому что там какая-то тенденция, просто Гарф, фон, такого, такое, дело, такое. Ну, совершенно бессмысленная ссылка. Никакого знака. Но интересные у него идеи, очень часто спорные, но они весьма инновативные. То есть, это автор, с которым, ну, не надо соглашаться, но которого нужно читать. То есть, ну, вот специалистам по истории революции видны малоисследованные сюжеты. Вот. Ну, и это видно даже, ну, невооруженным взглядом. Очень много есть вещей, которые нужно изучать. И, на самом деле, другие какие-то вещи, которые кажутся совершенно очевидными, модными и уже чуть-то не институционализированными, но они требуют корректировки с точки зрения позиции 1917 года. Ну, вы, может быть, знаете такого автора, как Стивен Коткин, да? У него книжка «Магнетик Маунтин», ну, там, какая-то, или «Волшебная гора», или «Магнитная гора» о Магнитогорске в 20-е и 30-е годы. Одна из глав этой книги называется «Говорить по-большевистски». Да, вот. Ну, ее чаще всего цитируют. Она, по-моему, переведена на русский язык в самарском вот этом сборнике и прочее. Ну, замечательная совершенно статья, где он говорит, что люди, вот, в силу решения своих каких-то, для решения своих каких-то проблем, начинали говорить по-большевистски, 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 но это не проходило просто так. Они интериализировали этот язык, но в известном степени становились советскими изнутри. Вот. Ну, хорошо, но начало этой книжки у него выглядит совершенно инструментально. Пришли какие-то большевики, сверху захватили власть, и потом сверху навязали свой язык. Но, извините меня, до того, как они стали говорить по-большевистски, они годик или больше говорили по-революционному. Так ведь, да? Вот, в 1917 год дал колоссальную прививку этого революционного языка. И по-революционному говорили, на самом деле, и очень многие противники большевиков в ходе гражданской войны. То есть, силы этого языка была гораздо больше, чем этот, так сказать, Куткин и его последователи предполагают. Я указал несколько сюжетов, и они спорные. И вот тут коллеги могут со мной не согласиться, могут сказать, что этот сюжет менее важен, а другой более важен, а я еще игнорировал этот сюжет, этот. И я готов с этим заранее согласиться. Но даже если мы, предположим, и составим сейчас все вместе список самых интересных тем по истории 1917 года, которые не изучены еще, возникает вопрос, и что это изменит? Вот побегут ли после этого студенты изучать историю революции 1917 года, выберут ли они эти или другие интересные темы для своих тем. Вот интеллектуальные вызовы для специалистов понятны, но они интересны для нас. У нас все-таки какой-то не очень широкий круг. Я думаю, что что-то нас необычайно ждет. Что нас ждет? Нас ждет тупая актуализация «История революции 1917 года». Что я имею в виду? Неумолимо приближается 2017 год. И уже в празднование этой даты вкладываются очень большие ресурсы. Это уже есть. Уже подписаны договоры, уже десятки историков строчат, разные книжки. В гадалки не ходи. В 2017 году мы получим несколько новых слезоточивых биографий Николая Второго. Мы наверняка получим несколько новых биографий Троцкого. Что-нибудь вот в этом роде. Мы получим общие курсы по истории революции. Ну вот это грядет. Грядет. Продюсеры уже сейчас размышляют о все. Некоторые со мной контактировали. Не российские, но английские. Телевизионные компании. Там уже начинают записывать. Интересуются, какой вы изобразительный материал. Машина начинает работать. Машина этого начинает работать. Но мы, профессиональные историки, должны думать о том, как бы использовать эту энергию, этот громадный ресурс в мирных целях. В своих. В своих. То есть, как использовать вот этот вал, который грядет, вот эту энергию направить в разумном направлении. А именно в дело изучения революции 1917 года. Значит, ну политики, конечно. Потому что, ну, вы знаете, что известный французский историк Фонса Ферре в конце прошлого века сказал, французская революция. Революция закончена, да? Имею в виду французская революция. Ну, российская революция, конечно, продолжается. Как мы с вами понимаем. По факту. По каким причинам? Потому что у нас в России, давайте это признаем, история революции 1917 года продолжает оставаться партийной историей. Ну, по правде. Партийной историей. У людей разных политических взглядов на революцию 1917 год есть разные взгляды. То есть, есть какая-то корреляция между политической позицией. Что значит, что она партийная. То есть, участники событий Шульгин, Керенский, Деникин, Милюков, Труцкий и Суханов были среди первых историков революции, стали основателями различных исторических школ национальных, либеральных, социалистических, коммунистических. Ну, и до сих пор многие читатели оценивают качество исторической работы не по методам, не по источникам примененных, не по исследовательскому вопросу и не по доказательности выводов, а потому что наш этот или не наш. Вот хорошо он написал или не хорошо. То есть, история, ну, так сказать, очень живая и партия. Это объективный факт. Ну, и вопрос. Как нам использовать этот ресурс? Вовсе не означает, что вот этот бум позволит нам использовать. Другое есть сюжет актуализации, который заставляет всех, конечно, думать о феномене революции. Вроде бы это современный политический кризис. Так называемые цветные революции, так называемая арабская весна, так называемая снежная революция в России, там, этот Евромордан, он заставляет думать о феномене революции. И нужно сказать, ну, вот это тоже очень часто тупая актуализация. Потому что меня иногда журналисты спрашивают, правда, очень похоже на февраль 1917 года? То есть, ну, вот они... Я говорю, нет, не похоже. И тогда они теряют ко мне интерес. И те, которые хотели, чтобы я ответил да, и те, которые я бы ответил нет, ну, на мой взгляд, я думаю, что это, в общем-то, не то, чем мы должны заниматься, и чем я могу заниматься. То есть, я за проведение исторической аналогии, в принципе, но я против того, что, ну, вот, общественное мнение, или так называемое экспортное сообщество, апеллирует исключительно к российской истории при проведении аналогии. Современная ситуация слишком сложная, чтобы мы оперировали одну аналогию и всегда вытаскивали из Нафталины февральскую революцию. Жизнь гораздо более сложная. Но я считаю, что тут мы можем перевернуть этот вопрос, и мы можем задаться вопросом, на самом деле, может быть, неприятным для нас, но важным для продвижения темы. А что современному читателю, читателю начала 21 века, могло бы быть интересно в истории революции 1917 года, исходя из современного контекста? И в связи с этим, что мы не знаем о революции 1917 года, что могло бы интересовать современного читателя, зрителя и так далее и тому подобного. Ну, я так думаю, что вот если был какой-то контекст, который заставлял меня интересоваться, то, может быть, ну, как-то нужно подумать и над современным контекстом, потому что, ну, меня, я, честно говоря, писал работы не только под влиянием каких-то там книг, там, Соболева, или Хеймсона, или Лотмана, или Мона Азов. Да, вот, ну, книги для меня важны, но на самом деле я такой простой земной человек. Для меня служба в Советской Армии была не менее важным побудительным мотивом при написании моей книги о символах, чем, допустим, книги Лотмана. Или жизнь в эпоху Перестройки, когда я ощущал важность политической символики в деле политической мобилизации, тоже она для меня была очень важна. Или некоторые другие обстоятельства были очень важны при написании каких-то других работ. Вот, что может интересовать? Какие исследователи, исследовательские вопросы могут интересовать исследователей сейчас? Ну, вот, я думаю, что меня, к сожалению, не интересуют некоторые вопросы, которые задает общество. Общество задает очень часто вопрос, кто виноват. Да, ну, так там. 1917 год, кто виноват? И в нашем контексте революция, сложнейший и многомерный социально-политический процесс интерпретируется через конспирологический сценарий. Вот, я необычайно огорчен развитием вот этой конспирологии в применительной революции 1917 года. И я так ощущаю, может быть, это ощущение ошибочно, именно это направление сейчас клизмуется через средства массовой информации. Революция как заговор. Революция как заговора. Заговоры спецслужб, не согласны, да? Как масонские заговоры, как заговоры немецких спецслужб, как заговоры британских спецслужб. По-моему, это такой некий и государственный заказ. Я вот узнал вопрос о проектах, что Андрей, или там Андрон Михалков снимает фильм про Парвуса в 2017 году. Ну, вот, видимо, такая потенциальная талантливая интерпретация будет дана. Я хочу вам сказать, что я вовсе не против масонов и против немецких спецслужб, и против английских спецслужб. Я сам написал там одну статью про масонов или скопт. Мне тоже это было очень интересно. Я занимался в немецких архивах, я там, так сказать, знал что-то про немецкие спецслужбы, и я про это написал. Я не согласен и про английские. Я не согласен с этой просто интерпретацией. И, ну, конечно, мне ужасно грустно, когда, в общем, большой, известный историк Борис Николаевич Миронов цитирует полных прихиндеев, потому что они, оказывается, близки ему, интерпретивая революционные события как успешную пиар-акцию. Вот такое построение революции мне просто сложно представят. И еще раз хочу сказать, большой ученый, много сделавший для историографии и прочее, но, переходя на эту тему, сбивается на такой вульгарный, в общем, честно говоря, подход. И я, опять-таки, ну, просто я уверен, что в 2017 году мы получим в истории такого рода множества. есть большой заказ и не только государственный, но и общественный на детективную интерпретацию революции. Она как бы очень проста. Ну, что могут сделать историки? Ну, один из выходов историков, историки должны изучать конспирологическое сознание той эпохи, чтобы понять, как тогда теории Загора функционировали, а они функционировали, это было очень важно. Значит, ну, я, как уже сказал, я уверен, что будет такой вал, будет политика памяти из самых тяжелых орудий пробиваться, и доказательством этого являются мероприятия по 2014 году. Вот, сейчас начало Первой мировой войны, сто лет, и сейчас уже бьются барабаны. Ну, меня очень огорчает, что, в общем, установка сверху и подхваченная многими историками, это интерпретация Первой мировой войны, как исключительно героических действий российских солдат и офицеров. Вот, тезис об украденной победе, который, ну, как бы, мне кажется, не очень историчен. Знаете, я за то, чтобы изучать героизм русских солдат и офицеров. Мой дед пошел на Первую мировую войну добровольцем. Но, хорошо, но не только это там было. Вот, такая героическая интерпретация истории исключает миллионы русских солдат, которые оказались в плену, некоторые из которых совершенно добровольны, исключает огромное количество дезертиров из русской армии, исключает трагедии многих людей. То есть, ну, вот, понимание Первой мировой войны как трагедии, вот это должно было бы стать, ну, каким-то ключом для вспоминания об этом. Вместе с тем гром победы раздавается. То есть, некоторые авторы буквально воскрешают патриотический дискурс 1914 года. Я понимаю, почему это происходит, какие-то темы забывались, о чем-то долго не говорили, но, почему я должен с этим соглашаться. Дело доходит до трагикомических эпизодов. Я не знаю, Саша, показывал я вам один из документов, который пришел из одного руководящего научного учреждения в другие, не столь руководящие, но научные учреждения. Там было так, проинформируйте нас, какие мероприятия планируются вашим учреждением в связи с празднованием юбилея начала Первой мировой войны. Это такая проговорка, раз юбилей, значит празднование. Празднование, что там праздновать особенно для России, для России в особенности. Понимаете? Болезнь не только наша. Английский министр образования сказал прямо, что это была справедливая война со стороны Англии, мы были на правом стороне, мы победили хорошо, и все, что выдумывают эти высоколобые историки по этому поводу, как это антипатриотично. Ну, можете представить, что по этому поводу сказали высоколобые историки, не говоря уже о других странах Западной Европы, между прочим, которые тоже к этому... То есть, дурость не только у нас существует, но это не очень утешает. Это не очень утешает. Значит, украденная победа, ну, авторитет Бердяева из Солженицына, наши авторы любимые сейчас. Один из российских винных политиков, как вы знаете, Россия, он сказал, Россия перевыполнила план революции. Ну, как простой обыватель, я, может быть, и согласен. То есть, я изучал историю революции, я знаю, что это было свирепое время, очень неуютное, и для своих детей я желал бы, может быть, жизнь более мирной, но местом, как историк, я понимаю, что, ну, просто табуировать слово революция или сказать революция плохая, 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 от этого же революции не перестанут происходить. Я, вот, на все эти призывы сверху, поддержанные многими моими коллегами, ну, как бы, вот, ну, просто табуировать революцию, ну, допустим, хорошо, исключим мы термин революции из нашего политического языка. Что это? Гарантия от новых революций? Ну, в Японии они могут запретить слово землетрясение или цунами. Вот, нет больше слова цунами в японском языке, что цунами там перестанут быть. Итак, напротив, мы, как историки, знаем, что иногда именно борьба с революциями была важнейшим фактором, провоцирующим эти революции. И роль охранителей в революционизировании многих стран она была очень велика. Итак, возвращаясь к моему вопросу, я уже, наверное, перебираю время, но я уже тогда довольно скоро кончу. Что, какие темы могли бы заинтересовать читателей 21 века, читателей, студентов 21 века, вот, учитывая конъюнтуру, учитывая события, которые происходят здесь и сейчас. Какие новые вопросы мы можем поставить? Значит, я думаю, что, хорошо, я вот просто поперечислю несколько вещей, опуская. Я думаю, что вот опыт последних кризисных событий в мире делает актуальной такую тему, как технологии революции. Вот новые коммуникации и революции. Применительно к революции России это тема исследована, но я бы сказал, что остается поле для исследования. Российскую революцию мы не можем представить без телеграфа, ротационных машин, телефонов, автомобилей, поездов. Это вот эти средства коммуникации, и их роль была очень важна. Собственно, и февральская революция, это в некоторых отношениях на местах это вопрос об информации. Кто первым проинформировал как и кого. Власти сдержали информацию в Гельсинфорсе, и это спровоцировало бунт. Колчак информации о событиях в Петрограде распорядился более грамотно и смог на какое-то время сохранить контроль над Черноморским флотом. Это очень самые простые примеры, но в принципе я считаю, что это достаточно важно. Еще одна тема необычайно важная, которую мы так или иначе касались очень многие, это конфликт поколений и революции. Мне кажется, что за очень многими политическими конфликтами в революционную пору стояли конфликты поколений, и на это нужно посмотреть. Я бы указал еще на одну важную тему. креативность как политический ресурс. Креативность как политический ресурс. Почему я об этом говорю? Мы видим, как сейчас выигрывают те политические силы, которые проявляют большую изобретательность, придумывают более яркие средства мобилизации, лозунги, ритуалы и прочее. Мы видим, что иногда даже средства информации враждебные к этому направлению не могут игнорировать эту картинку. Настолько она вкусная, привлекательная, нельзя отдать ее конкурентам. Это снабжают каким-то негативным комментарием, но, допустим, если мы громад телевидения, картинка все равно работает не так, как это предполагают люди, которые ее используют. телевидение, в этой связи, конечно, телевизоров не было в 1970-м году, но креативность была. И я вспоминаю дискуссию, которая в советское время казалась мне задробительно унылой. Она была большая, там вообще большой был рукопашный бой, карьеры ломались, а гегемонии пролетариата в революции. Ну вот там вот одни говорят вот так, другие, другие так, и рубка шла совершенно колоссальная, там карьеры рушились и прочее. И после одной дискуссии ко мне подошел Генрих Газинович Йорфе, еще один хороший историк революции 1917-го дэд, Борис Иванович, как не надоело слушать про эту борьбу тупоконечников и остроконечников. Мы с вами понимаем, что самое главное на архивы и отгодал Генрих Генрих Иванович, все правильно, это какая-то чепуха догматическая. Сейчас я думаю, что это может быть и не совсем так. Вопрос о гегемонии может быть стоит поставить и рассмотреть, потому что мы, если посмотреть один очень важный фактор революции 1917-го года, мы видим, как социалисты разного толка, ну, грубо говоря, левые силы навязали свой язык, свою символику, свои ритуалы другим политическим силам. Ну, я вот писал в своей книге о том, что как-то ему удалось левым силам анализировать символическую сферу революции, но я думаю, что тут очень много над чем стоит поговорить и вспомнить разные вещи про гегемонию. Наконец, еще одна тема, которая я считал очень, может быть, интересной, но которая очень трудна для исследования и которую непросто изучать. Пассивность как ресурс. Пассивность как ресурс. Мы видим, что иногда в различных политических процессах выигрывают количество, может быть, и не очень большим, большие силы, но их успех связан с уходом из политической деятельности потенциальной ресурсной базы их оппонентов. Я понятно говорю или нет? Вообще более-менее ясно. Я, честно говоря, думаю, как, я уверен в этом, мне кажется, это очевидным, что победа большевиков в значительной степени связана не только с нарастанием силы этой партии и их союзников осенью 1917 года, как с уходом от политики очень многих людей, которые могли бы выступить потенциально против. Сила большевиков в первую очередь, мне кажется, заключается в том, что позиции вокруг Кернинского слабели, слабели, его политическая база сужалась и сужалась, сужалась. То есть, пассивность как политический ресурс, это, мне кажется, интересная достаточно проблема и тут нужно искать методы и, ну, я думаю, что их можно, их можно найти. Значит, что это, в чем я вижу будущее историографии, я вижу будущее историографии в синтезе политической, социальной и культурной истории. Очень много, ну, вот как бы для моего поколения была очень важна история политических партий. И нужно сказать, что это было такое прорывное направление еще в советский период, и это еще, ну, когда была возможность сказать, открыто усиливаться еще больше, и такие проекты, как политическая энциклопедия, например, он мог быть осуществлен, как мне кажется, только потому, что, ну, десятилетиями многие работали очень внимательно на политические партии. Это правильно и хорошо. Я уже говорил, что политические партии нужно изучать, изучать. Но, тут для нас есть некоторая опасность. Почему? Потому, что мы тогда глядим на общую политическую ситуацию в 1917 году глазами политических партий. Во-первых, они являлись основными актерами, а во-вторых, их проще пощупать через источники. Они сами являлись производителями источников, и мы смотрим очень часто их глазами. Это риск, потому что, как я уже сказал, мы просматриваем какие-то вещи, и мне кажется, что вообще-то есть еще одна проблема, которую через политические партии прощупать сложно, а мне она представляется наиважнейшей в условиях революции. Это человеческое изменение власти в 1917 году. Если говорить о продолжении каких-то советских традиций, то я бы счел нужным продолжить изучение, может быть, немножко по-другому, изучение советов и комитетов. Потому, что в масштабах страны понимаете, что произошло? Несколько миллионов, я думаю, масштабах страны, это миллионы молодых, амбициозных, относительно грамотных и довольно агрессивных людей, в первую очередь мужчин, получили власть в советах и комитетах. Они получили вкус этой власти, они получили вкус ресурса власти. И наивным было бы полагать, что эти люди откажутся от власти. Первоначально, многие из них были лояльными сторонниками Керенского. Иногда осенью 1917 года те же самые люди становились сторонниками большевиков, не меняя иногда своей партийной принадлежности. Иногда меняя, иногда не меняя. Вот почувствовать вкус, силу, влияние, особенности вот этого нового правящего класса буквально. С одной стороны, это советская протономенклатура отчасти, с другой стороны, очень многие представители этого комитетского класса 1917 года снабдили руководителями многие антибольшевистские силы, которые действовали на протяжении гражданской войны. Ресурс их был колоссальный. Ну, собственно говоря, я здесь закончу. Таково мое видение критической ситуации в историографии вокруг нее, но, как вы видите, я все-таки являюсь оптимистом, я приложил свои сценарии выхода из кризиса, но, разумеется, возможны и другие, однако, я верю, что история революции 1917 года вернется. Спасибо. Да, вы, конечно, с удовольствием. Если есть вопросы, я с радостью попытаюсь ответить. У меня два вопроса. Спасибо. Ну, вот в советской историографии случалась такая казус, что, ну, когда готовилось Октябрьское восстание, Зимоник и Каменев написали в газете, в которой издавал Горький Новая жизнь, что они с этим не согласны. Ленин потребовал их исключить из партии, но, казалось что, за такое заявление их не только из партии, но и из руководства не исключили, и оставались членами предприятия. Почему так? Чем дело? Ну, вы знаете, как вам сказать, мы смотрим на большевистскую партию, вот, мы смотрим на большевистскую партию так, как она была нарисована в истории КПСС. Мы воспринимаем большевистскую партию как стальную когорту, понимаете? Равную Ленину, да. Равную Ленину. Партия подразумевала партия. Ну, вы правильно, спасибо, что вы добавили. Советская историография, и не только советская, и антисоветская, историография революции 1917 года была Ленино-центричной, большевико-центричной и Петроградо-центричной. Понимаете? Что ошибка? Очень многие важные события революции 1917 года происходили не в Петрограде. Хоть я, значит, и из Санкт-Петербурга, но, так сказать, с радостью об этом скажу. Партия большевиков была очень сложным механизмом. Вот Алекс Рабинович в одной из своих более ранних книг показал, анализируя июльский кризис, что там, как минимум, было в Петрограде три центра, а то и больше. Был центральный комитет, который включал разных людей. Был Петербургский комитет большевиков, они называли себя Петербургский. Была военная организация, а иногда в одном и том же полку были две большевистские военные организации с трудом. То есть, это была гораздо более сложная, понимаете, система, где они говорили, вот так есть товарищ Ленин, это не как Ленин в октябре. Это была очень сложная такая система. Очень хороший, к сожалению, сейчас полузабытый ленинградский историк Ханнен Маркович Астрахан. Он опубликовал большевики и их политические противники в 1917 году, в 1973 год или 1971 год, вот где-то так. Более открыто еще в своих статьях, чем в книгах, он показал, без какого-то вот такого напора, но просто подсчетами, он показал, что множество организаций, которые считались большевистскими чисто, на самом деле совершенно спокойно посылали своих делегатов и на большевистский съезд, и на меньшевистскую конференцию, понимаете, конечно, в Петрограде это все кристаллизовалось, это было, так сказать, более сильно, хотя и в Петрограде очень сложно. Ну, коротко отвечаю на ваш вопрос, партия большевиков была гораздо более сложным образованием, чем это описано в красном кратком курсе, или чем это написано у Ричарда Пайпса. Вот я бы ответил на этот вопрос так. А второй вопрос по Чехословацкому корпусу. Как вот так могло получиться, что сначала этих военнопленных посадили в поездах, вооружили, позволили корпусу растянуться от Владивостока до Самары, а затем Троцкий отдал приказ отобрать у них оружие и корпус поставил. И в сущности гражданская война началась, ну, по большому счету, вот в конце мая 18-го года когда всплодавался Чехословацкий корпус, до этого она шла очень вяло. В чем дело? Почему они пошли на это? Потому что если решили отпустить, зачем они вооружили военных пленных, а затем приказали отобрать у них оружие? Ну, во-первых, о гражданской войне, вы знаете, это был большой дебат, даже еще в советское время. И даже в советское время, ну, такой господствующей господствующей точке зрения было вот так, как сказали вы, гражданская война начинается там в мае-июне, но все-таки и в советское время были некоторые историки, которые говорили, что вот она началась уже в 1917 году. Если мы посмотрим, ну, не знаю, бои в Москве, бордировку Кремля, ну, что это, если не гражданская война? Или события в некоторых других городах, ну, которые были настоящей гражданской войны? Или наступление Красных войск на Киев, когда Киев обстреливался тяжелой артиллерии отрядами Муравьева и Красной войны? Что это, если не гражданская война? Там события на Дону и так далее. Ну, в общем, эта гражданская война шла. Она где-то гасла, где-то вспыхивала вновь, но она шла. Да, там новый импульс в это время, тут я согласен. Вы не правы, если вы говорите, что вооружили. Их, наоборот, разоружили. Их разоружили. То есть, было соглашение о том, что они выдают тяжелое оружие. Они должны были выдать и большую часть пулеметов. Ну, что-то они припрятали. Вот, правда. Но вообще, вот, ну, как бы, по соглашению было некоторое разоружение. Корпус был сформирован для участия в боевых действиях. Естественно, он был вооружен. И они приняли участие в боевых действиях против немцев. Когда немцы начали наступление, Антон Абусенко выразил официально благодарность, что они закрыли его с тыла, не дали возможности с Украины нанести удар по этим войскам, которые действовали против коллеги. По Волошине, в Урале спонтовался металл. Он двигался-то из района Житомира начал движение? Ну, все правильно сказано. То есть, он растянулся и верно. Действительно, их вот перед этим их пытались. Но потом, ну, подумайте, ну, что такое советское власть? Вот какой у них ресурс, собственно говоря, силы? Тут от 40 до 60 тысяч у них было, да? Где-то вот, ну, такие цифры называются. Сбитые ребята, ветераны двух армий, так сказать, которые хотят выжить в этом революционном. Попробуй их вот разоружи, не договариваясь с ними. Они там сами кого хочет разоружить, что они потом и сделают. И когда... На встречу с Лея Шалоны с немцами и Мадьярами? Ну, да, то есть, разные конфликты Австро-Венгерской империи, они до... Ехали на войну, ехали на... Ну, и многие венгры, допустим, были в Красной Гвардии, и тоже задирали друг друга. А венгрии, чехи, словаки, так сказать, у них все происходило. И так что, ну, так произошло, то, что должно быть. Конечно, их еще и подзуживали с разных сторон этих чехословак. Да? Спасибо. Может быть, еще какие-то вопросы? А что из новых книг мы увидим? Из ваших новых книг? Из моих новых книг, к сожалению, не скоро, да, потому что я сейчас администратор, я проректор, я ничего не пишу, я глупый начальник. Вот. И, но я, вот моя мечта, когда будет время написать книжку «Товарищ Керенский», которая не про Керенского, а про создание пульта вождя, вот, в 1917 году. я давно работаю над Керенскими, я хочу написать книжку про Керенского. То есть, не про Керенского, а про революцию через Керенского, я бы сказал, так. Керенский мне очень интересен, не как человека, а как явление революции. коллеги, еще? Еще один вопрос. Если можно, можете посказать какую-нибудь книжку, так сказать, ну вот, есть ли книжки, как написано, как русская революция повлияла на революции именно вот того года на западные, то есть, в Германии 1918 год, на Венгрию, на Ирландию, на Ирландии были какие-то движения. Есть ли какие-нибудь книжки современные авторы не советских, которых там на самом деле было очень много мифов? Ну, вы знаете, я подумаю, если как-то я вот через Александр передам, я ничего такого не помню. Русскоязычных, скорее всего, и нет, а западные писали. Там же очень повлияла все равно революция. Ну, да, нет, русская революция очень повлияла, тут спору нет. На Ирландию не знаю, потому что вот это пасхальное восстание 1916 года, все-таки, это раньше было, да, вот, и прочее, но там-то не очень. На Германию много, но, как вы знаете, это тоже был очень больной вопрос, потому что, ну, собственно говоря, как раз консервативная интерпретация германской революции, то, что она была сделана на русские деньги, вот, ну, и тоже были и русские деньги, но это так же не объясняет немецкую революцию, как немецкие деньги не объясняют русскую революцию, вот, и, ну, вот, не могу вам сейчас сказать, может быть, у меня просто память, все обзек не могу сказать. Все? Ну, спасибо большое, коллеги, спасибо большое, что вы делали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ